Здравствуйте, дорогие друзья, еще совсем рано, но сегодня особый день, великий день, называется вот этот день Рош-Ходыш месяца Ниссан. Это день царей, начало месяца царей. Месяц это для вас глава месяцев, первый он у вас из месяцев года. Так Тора определяет сегодняшний день, а если Тора определяет его первым, то кто мы такие, чтобы определять его иначе? Поэтому именно Рош-Ходыш Ниссан считается самым-самым великим. Месяц Ниссан это вообще месяц чудес, и поэтому написано, что скорее всего, те события, которые мы ждем, приход Машеха, все пройдут именно в месяц Ниссан. Поэтому, конечно, связываем свои ожидания какие-то. Два раза буква НУН упоминается, это говорит, что это месяц НИСЕЙ-НИСИМ, чудеса чудес. Поэтому мы можем ожидать в этом месяце чудес чудесных. Есть такие простые вещи, это символ месяца, это буква ХЭЙ, знак Зодиака, это ОВИН, колено Иуды, вот тут можно остановиться на секунду. Именно Накшона Аминадава, главы колена Иуды, который зашел в море, если вы помните, море раступилось. К чему нам это рассказывается? Что в этом месяце для того, чтобы произошли чудеса чудесные, надо все-таки что-то делать. Не сидеть и ждать чудес, а надо войти в море, и не так все это просто. Но если ты вошел в море, если ты уже действительно идешь вперед, написано, что то, что можно ожидать в этом месяце, вообще невероятно. Это фантастически. Еще что у нас, чувство этого месяца речи, человеческий орган, правая нога, с которой обычно правильно начинать движение. Вообще в этом месяце важно начинать движение, потому что это новый цикл, новая жизнь. Есть еще одна очень интересная вещь, которую надо знать. Говорят каббалисты, что нам в месяц Ниссан открываются великие, так сказать, откровения. Если следить за первыми 12 днями этого месяца, то каждый из них соответствует тому, что произойдет в следующий месяц. Например, первый день это Ниссан, следующий, Яр и так далее. Проследив за 12 днями года, записав их, а мудрецы записывали даже по году в этот день. Ты можешь примерно предопределить, что произойдет в течение года. Что произойдет, какие события произойдут с тобой в этом году, какие вещи будут происходить. Но только есть одна вещь, которую тоже надо понимать. Это только канва. Написано у наших мудрецов, что когда есть какое-то предопределение отрицательное, точнее положительное, оно обязательно сбывается. А если отрицательное, то совсем не обязательно мы можем измениться. Поэтому, если, не дай бог, у кого-то один из 12 дней будет неудачный, это только предупреждение сверху, что ты можешь все еще исправить, что у тебя все впереди и что никакой проблемы здесь нет. Главный праздник этого месяца мы знаем, это что у нас в Пейсах, в Пейсах выход из рабства. А рабство это когда мы подчиняем себя ради чего-то или кого-то. И знаете, как наши, то шли за коммунизмом, то за социализмом, то и все, готовы были положить жизнь, все, и проходит какой-то этап, расы смотрят, люди смеются над этим. Но люди просто убивались за это все. Поэтому надо правильно смотреть, что это. Но, кроме того, есть еще и другой рабство. Мы можем как бы уйти в рабство личной выгодой, убеждений, положения, денежной ситуации. Внутреннее вот это, знаете, что в нас сидит, вот это такое противное эго, да, это тоже мы рабы его. Поэтому именно вот сегодня дается сила зарядить себя на следующий год, чтобы вот как бы со всем этим справиться. Мы должны понять одну важную вещь. Мы с вами сегодня находимся в таком дне и в такой великой силой, да, это написано, что повернуть год можно. Иудаизм утверждает, что мысль прежде всего, мысль, мир создан мыслью, мир создан словом. А мысль, оформенная в слова, она вообще в мире все решает. Поэтому, что значит? Вот первое, все зависит от головы. Первое, что надо привести в порядок в этом месте, следовательно из того, что мы сказали, это самое главное, подумайте, пожалуйста, мысли. В первую очередь мысли. Надо написано, что человек, который приводит в порядок свои мысли, расставляет их по приоритетам и принимает правильные решения в первом дня месяца Ниссан, он убирает те удары судьбы, которые как бы не нужны ему. Он уже на уровне сознания понял, что фараон во мне и знает, что надо делать. Поэтому надо просканировать себя, как обюзываются свои мысли, понять, что убрать. Надо через увечительное стекло такое посмотреть в настоящие причины каких-то неудач, какие у нас убеждения. Рабами чего мы стали? В Пейсах наша возможность выйти из рабства на уровень свободной мысли. Не надо думать, что что-то у тебя не так, что-то с тобой не так. Все с тобой так и все хорошо. Просто так устроен этот гол. Ниссан начало года, голова его. Из Ниссана от головы виден весь год. Поэтому еще раз повторяю, проследить за собой 12 дней. И дай бог, чтобы был хороший год. Дай бог, чтобы был хороший Ниссан. Браха вы от слуха. Продолжение следует...